Здравствуйте, зрители канала Proikea на YouTube и о Яндекс Дзене. А кто еще не подписан на Яндекс Дзене, будем рады вас видеть там в качестве подписчика. Welcome. Ссылка в описании. Друзья, всем привет. Мы с вами снова в Нижнем Новгороде. Дмитрий Юрьевич от меня очень далеко со своей камерой. Я его с трудом слышу, но надеюсь, что нас слышно и меня, и его. Мы находимся в отделе ванны. Появилась новая серия, новая серия физкон, по которой очень много вопросов и в личку, и в директы, и на YouTube, и у наших клиентов в Саранской службе доставки, что мы не смогли про нее не подготовиться, не найти все плюсы и минусы и не рассказать вам. На самом деле, данная серия пришла на замену уже известной нам линейки Лилалген. Лилалген выводится, в каких-то городах осталось, в Нижнем, к сожалению, на выставке, по крайней мере, нет. Возможно, где-то на остатках на складе есть, соответственно, вы это наличие можете посмотреть на сайте. Итак, давайте разбираться. Физкон у нас представлен в трех цветах. Это глянец белый, просто белый и еще такой интересный цвет под названием Йолнесен белый. Вот, Дим, пожалуйста, продемонстрируй, чтобы не было переверания информации. Но в описаниях каждому шкафчику нигде, к сожалению, вот этого страшного слова я не нашла. Поэтому мы будем смотреть с вами два цвета. Белый и глянец белый. То есть фактически каждый предмет представлен еще в тех цветах, которые мы озвучили. Давай, значит, справа, слева. Да без разницы. Шкаф высокий физкон. 30-30 на 180. Глянец белый. Открываем. Ручки продаются отдельно. Отверстие технологически просверливается сами. Один, два, три, четыре, пять полок. Можно подвесить, можно поставить на ноги. Ног пока отдельно нет, но планируется. Из удобства, значит, стандартные чопики, как у серии Best. Но я прям попы чую. Соответственно, так как это мебель, для ванны, если вы будете постоянно переставлять, у вас туда будет попадать влага. Поэтому рекомендуем все-таки заглушечки мебельные поставить. Да, Дим? В зеленом магазине и есть филируашки. Давай по звукам. У меня микрофон даст звук? Слышно? А то. Ой, ну это что-то сильно, хотя понял. Вот, слегка. Слишком громко. Плавности мне не хватает за 6500. А теперь давай смотреть. По поверхности, по покрытию у меня претензий нет. Я не знаю, как оно будет эксплуатироваться. Здесь вот какая-то херовина. А давай заглянем вот сюда лучше. Что у нас здесь? Ребят, ну вы должны понимать, что это бюджетная серия. И если сравнивать с Гадмаргоном, то это разные вещи. Вот Гадмаргон, например, высокий пенал можно купить за 9000. Здесь 6500. Разница не сильно большая. Я бы, наверное, выбрала Гадмаргон. Но здесь уже решать вам. То есть здесь уже более бюджетное покрытие. Давайте смотреть по составу. ДСП, меламиновая пленка, прозрачный лав, пластиковая окантовка. Все. Икея, когда будете писать гарантию? Потому что у вас у каждой серии свой определенный срок. Но, например, если у Гадмаргона 10 лет и там стоит отметка, у Физкона отметки Е, значит, базово будет 2 года. Единственная у меня к вам просьба. Когда покупаете серию для ванны, либо вы покупаете через посредник, либо напрямую через Икею, пожалуйста, сохраняйте документы, либо дату покупки. Потому что все может быть. У вас может начать где-то вспучиваться. И это будут рассматривать по дате покупки, то есть по гарантийному сроку. По поверхностям сильных нареканий у меня нет. Знаю, что несколько клиентов уже брали. Сказали, собралось, в принципе, неплохо. Но по материалу напоминает на текущий момент Беста. Едем дальше. Зеркальный шкаф с одной дверцей. 40-15 на 75. Дверцу можно повесить справа, дверцу можно повесить слева. Аккуратно. Дверца все-таки тяжелая за счет зеркала. Глубина здесь всего 15 сантиметров. ДСП, меламиновая пленка, пластиковая окантовка. Высота у него 75 сантиметров. Но этих один, два, трех полок, в принципе, более чем достаточно для каких-то мелких вещей. Ну вот тут вот сборка шла, не убрали. По поводу крепежей тоже. Старайтесь сразу наметить, где у вас что будет стоять, чтобы все-таки эти вещи у вас не портились. И, как Дима говорит, все узловые места желательно обрабатывать силиконовым герметиком. Дим, ты сможешь сюда заглянуть? Электрон достаем. Драная видишь крайне? Ну что, что теперь сделать? Это на этапе сборки. Как вот это даст на этапе эксплуатации, это может случиться. Спускаемся внизу. Фискон, глянец белый, тоже стоит 3 500. То есть что вверх, что низ, можно за 7 тысяч купить. Такой вот шкафчик по размерам 40-40 на 60. Дверца тоже спокойно будет и направо, и налево. Ну и плюс на глянце вроде как царапель что ли поменьше должно быть. Ну, как говорится, поживем, увидим. Дима, согласись, внутряху прям леволген. Да? Да. Он может на шкафчик леволгеновский живет. Ну, по материалу, я думаю, нет смысла больше останавливаться. Я, в принципе, по нему уже сказала. Сейчас задача показать то, что внутри. Двойной зеркальный шкафчик. Пока этого нет. Уже говорим про это не в первом обзоре, что обращайте, пожалуйста, на это внимание. Окей, нехватка товаров. Нехватка товаров бешеная. И для того, чтобы хотя бы завлечь как-то клиента наличием каким-то, вешаются такие ярлычки. Ну, по принципу, скоро будет ждать. Питают надеждами у вас? Надежды юношей питают. 60-15 на 75. То есть шкафчик на 2 крыла. Еще такой момент хочу сказать. В последнее время часто стало, очевидно, новые клиенты, которые до этого с Икеи не работали. Дима уже знает даже, о чем я говорю. Вот эта вот дощечка, вот эта, когда вы начинаете сборку, пожалуйста, не теряйте ее. Она состоит из двух дощечек, и они слеплены друг с другом. И когда вы открываете пачку, и вам не хватает одной дощечки, не надо, все равно должно, звонить на горячую линию, или вы посредником, особенно посредником, со словами, мать, где моя дощечка, просто разметить. А потом весело бегут на помойку. Доставая. Так, теперь давай смотреть нижний шкаф. Ну это пипец. Вот здесь еще. Да здесь нет ничего, там нет плавного хода. Нет, то есть они прям пустые-пустые. Пять тысяч. Шестьдесят, сорок на шестьдесят. Честно, цена максимум три. Ужасные направляющие, самые дешевые, самые. Вот режьте меня, Икея. Может, я там вообще потом не пускать. Мы найдем, как вам заходить. Дима, это прям тадален. Да? Хотя направляющие для выезжающих ящиков вполне сносные. Ну, у тадалена вот такие же. Да? Ну, они такие, более неубиваемые. Хоть простые, неубиваемые. Ну, понимаешь, это ванна, это влага, это будет разбухать. Хотя вот уже обтирается об верхний ящик. Блин, как не фокус взять. Даже сейчас. Татьяна, по-моему. Не знаю, мне пока не будут. Идала показать. Ну, как бы, среднебюджетка. Давай сравним. Такого же размера Гадмаргон восемь. Ладно, продолжаем. А, так, дальше едем. Серия Нью Шен. Раньше это была серия, дай бог памяти. У нас еще зеркало такое долго разбитое лежало, помнишь? Ну, такой же у нас и в деревне висит. Да, у родителей. Вот эта полка жутко неудобная, со временем, то есть это все отваливается. В итоге родители просто это сняли, осталось только зеркало. Она не только отваливается, если вы ее совсем низко, близко к крану установите, зеркало, да, не так вот высоко, то гарантированно у вас на этой стеклянной полочке будут одни разводы от стакана с зубными щетками, от мыла, от мыла и так далее, так далее. Полностью засрана вот эта полочка будет. Ее постоянно надо будет мыть. Не установка специфичная, кстати, у этого зеркала. Не стоит оно того, лучше, чем и другое купить. У Икеи есть даже, ну, чуть подороже, но более адекватные вещи. Так, у нас с вами осталось три шкафчика. Шкафчик 60, 40 на 60, нижний тоже глянец белый. Шигна какая у них? 80, 40 на 60. А, здесь полностью за комплект. То есть 60, 40 на 60 и 80. Они полностью одинаковые. Давайте широкий приоткроем. Давайте, только от меня ощущения. Иди сюда. Присядь. Чего? Нет, меня не глючит, неровно. Ровно? Неровно. Посмотри. Дверки неровно, что ли? Угу. Но это поправимо, это все регулируется. Что хочу зарезюмировать? Вы должны понимать, что вы покупаете. Это среднебюджетная серия. Соответственно, отношение к ней должно быть такое же, не по принципу. То есть, чем бюджетнее мебель, тем нижней мы к ней относимся. Или проще. Не требуйте джигули, мерседесы. Да. Как я Диме сегодня сказала, ну да, я же не прошу, чтобы ты в прайм факсы запихал. До этого газель нужна. Поэтому аккуратная эксплуатация, понимание, что это там, ну, на 5 лет максимум, дальше в это пойдет на выброс. С другой стороны, когда вот речь идет, я вот говорю, например, вот это там 9, это 8, тут 3, тут 5, а нету этих денег, если нету, не заработали, не научились, и так далее. Я всегда говорю, когда денег не хватает, пошлите к нам, мы научим. тогда берете бюджетку, но заранее понимаете, чтобы потом не было вот этих комментов на ютубе, что ой, я купил говно. Ребята, вы изначально понимаете, что это такое? Это среднебюджетная мебель, она не может быть вах-помидоркой. Ну и, так как это уже считается, не считается уже новинкой, и много людей уже приобрели в сие серии, ждем ваших комментариев в развитии нашей. Может быть, мы загрузим. Разломайте нашу уверенную правду. Ну, потому что, Дима, я реально вижу, мне пофигу, сколько она стоит априори. Я вижу качество покрытия, я вижу то, что я достаю эти чопики, и там все крошится. Дверку и она херачит, и ящик, он ни хрена не выдвигается. Здесь пофигу. То есть, если бы это Годмаргон был, получил бы, в принципе, то же самое. Поэтому у нас всегда такая вот честная и независимая оценка, несмотря на то, что мы сами являемся службой доставки товаров и те кто-то скажет, ребята, вы что поносите, вам же самим это продавать. А мы клиентам это честно и говорим. Вы должны понимать, что это бюджетно. Мы за правду. Вот такие мы. Лучше продать и чтобы клиент был довольный, чем продать, чем втюхать. Вот как нам сейчас сказал один из сотрудников Икеи, мы остановились поболтать, а как дела, чего? Я к вам в Сибирск и не пойду, не зовите. Мы и не зовем. Говорю, а что не пойдешь? Я втюхивать не умею. И вот мы с Димой поняли, что мы никогда ничего не втюхиваем. Ни в Икеи, ни в Сибирском. Мы только можем порекомендовать, поделиться своим опытом и рассказать, как оно есть. Наверное, поэтому к нам люди возвращаются много-много снова. Да нет, мы просто это, такие. Такие? Нет, это еще рано. Вот так? Еще не сделали. Ну ладно. Просто мы такие. Просто мы такие. Мы являемся действующей службой товаров Икеи, кто первый раз попал на КАН. Чтобы вы понимали, почему мы такие. Мы находимся в Саранске на Большевицке, 85, там есть наша менеджер, офис всегда открыт, работать к вашим услугам. Пожалуйста, приходите. Все контакты есть под видео, мы всегда с вами на связи. И у нас есть еще второй канал Жизнь Сетевика. Забегайте туда, там тоже много интересного. Будет. Будет. Там сейчас интересно. Есть и будет. Есть, будет и будет есть. А вообще, если хотите пообщаться лично, гол ко мне в Инстаграм, ссылка в описании. Да. Яндер Дзен, подписываемся. Мы сняли на сегодня все. Все, домой пошли. В гостиницу поехали. В гостиницу поехали.